Ох, наконец-то я сегодня поем. Так, машин вроде нету, можно переходить дорогу. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новенькое видео. Как вы можете заметить, я прямо сейчас нахожусь в городе жителей, да-да-да, в том самом. И приехал я сюда не просто так, приехал я сюда на собрание фермеров. Раз в год фермеров из всех деревень Майнкрафта собирают в городе, чтобы мы обсудили, как бы, фермерские дела, поделились опытом и так далее, и тому подобное. А вы знаете, что в деревне номер 13 я являюсь главным фермером? Приехал я, кстати говоря, сюда на вот такой вот машине. Смотрите, какая красивая, хорошая, маленькая, небольшая машинка. Но я очень голоден, поэтому я заехал в магазин купить себе немножечко еды, перекусить, и поеду на собрание... На собрание, на которое я уже опаздываю, чёрт! Ё-моё-моё-моё, как-как-как-как-как я так мог проворонить время? Капец, это всё из-за этого магазина. Ладно, хорошо, сейчас я быстренько покушаю, я не должен опоздать, потому что сегодня вроде выходной, и на дорогах не должно быть много машин. Смотрите, даже на парковке машин немного, да-да, всё нормально, поэтому я быстренько сейчас поем, сажусь за руль и еду. Мне, в принципе, ехать не совсем далеко, мне нужно выехать вот на эту вот главную дорогу, проехать через мост, и потом я приеду в небольшой домик. Где как раз-таки будет происходить собрание фермеров. Так, ладно, что-то я много болтаю, ребята, всё, я кушать и скоро вернусь к вам. Всё, я поел, попил, мусор выбросил, и бегом-бегом-бегом, нужно уже торопиться, потому что реально могу опоздать, даже несмотря на то, что пробок сегодня практически нету. Так, выезжаем с этой парковки, и прямо сейчас поворачиваем направо. Шикарно, потом ещё раз направо и заезжаем на эту дорогу. Вот, ребята, знаете, в чём моя проблема? Моя проблема в том, что, как бы, когда много полос, развязок и прочего, я начинаю немного в дороге путаться, потому что, ну, реально очень сложно. Но сейчас вроде всё не так сложно, я еду просто по прямой дороге, мне ехать прямо, а потом нужно будет просто повернуть налево. Э, стоп, что? Почему там машина стоит? Минуточку, по тормозам, по тормозам. Что происходит, я не помню. Эй, езжай, чувак, ты чё встал посреди дороги, я не понимаю, с ума что ли сошёл? Э, чё за фигня? Так, давайте остановимся, откроем дверь и выйдем из машины. Секундочку, чё встал-то? Это... Я... Я не понимаю. Эм, это чё такое? Пробка, что ли? Чего? Как так? Выходной же! Какая ещё пробка? Я не понял. Реально, смотрите, машин больше нету, и все стоят в пробке. Интересно, почему так? Давайте-ка немножечко пройдёмся вперёд. Тут прям реально пробка очень длинная, интересная. Из-за чего она? Куда она ведёт эта пробка? Смотрите, чё-то там вдалеке... Стоп, там вдалеке что, строители или чё? Я чё-то не вижу. Давайте подойдём поближе. Это, по сути, мост. Это же просто мост. Ты... И... Да, извините, а что тут происходит? Здравствуйте, молодой человек. Верните, пожалуйста, в автомобиль. Да-да-да, я сейчас вернусь. А что у вас там происходит? У вас чё, мост обвалился? Да, к сожалению, мост обвалился из-за этого пробка. Так что, пожалуйста, верните автомобиль. Мы скоро всё доделаем, и через 9 часов движение восстановится. Чё? 9 часов? Вы серьёзно? Я опаздываю вообще-то. У меня нет времени 9 часов стоять в пробке. Что вы прикажете нам делать, интересно? Это единственный мост, который ведёт на ту часть города. Если вам нужно туда, вам нужно подождать. Как вообще? В смысле? Ё-моё, а из-за чего это произошло? Как мост может обвалиться? Вы из чего его строите? Из... Из лапши, что ли? Корабль проходил под мостом и немного его задел. Вот он и обрушился. Пока бетон зальём, пока он застынет, асфальт новой постелем. Погодите, погодите, строители. Я понимаю, что это предложение звучит тупо, но просто я реально очень тороплюсь. Давайте я вам помогу быстренько достроить этот мост. Что? Да нет, это абсолютный абсурд. Вы же не строитель. Вы даже не знаете свойства бетона. В смысле, я как раз-таки строитель. Я в деревне очень много чего строю. У меня и дома хорошие получаются. Давайте я вам сейчас помогу, всё нормально будет. Молодой человек, я не уверен, что это хорошая идея. И вообще, зачем вам бетон? Я предлагаю сейчас временно всё залатать железом, постелить нормальный асфальт, не вот этот вот, который от руки просто ломается. Ну что это за асфальт такой? Это вообще не асфальт, это фигня полная. Постелить нормальный асфальт, и все могут проезжать. Хм, а это хорошая идея. Почему мы сами не догадались, чтобы железом всё застроить? Вот, я же говорю, я всё-таки имею опыт в постройках. Давайте, давайте, железо там, я сейчас быстренько всё сделаю. Ну давайте, хорошо, совместными усилиями попробуем починить этот мост. Смотрите, тут всё очень просто. Мы берём и застраиваем всё это вот такими вот железными блоками. Не обращайте внимания, что я делаю всего лишь один слой железных блоков, так как железные блоки очень прочные. Я думаю, всё будет хорошо, и мост 100% выдержит всё вот это вот, и все могут спокойно проехать. Поэтому просто берём так и застраиваем. Всё, я на это потратил несколько секунд, прикиньте. Так, а асфальт вы какой предложите нам сделать? А асфальт, у вас есть ещё бетономешалка или нет? О, у вас как раз-таки есть бетономешалка. У меня есть идея. Вот, у вас же есть прекрасные блоки для того, чтобы всё это починить. Смотрите, вот так вот теперь делаем разметку, ещё один блок, опять разметку, ещё один блок. Сейчас я быстренько восстановлю здесь разметку. Так, шикарно, и... Ага, вот тут вот что-то не сходится, что-то вот тут наворотили, конечно. Ладно, хорошо, это сейчас не так важно. Главное всё вот это вот застроить нормальным асфальтом, который уже с руки не так-то просто ломается. А то, блин, поставили тут шерсть, и пожалуйста, есть и на здоровье. Ну, конечно, у вас тут всё обрушится, обвалится. Смотрите, я уже практически всё доделаю. Заделаю хоп-хоп, хоп-хоп, остаётся последняя дыра, и всё, мост готов, по нему можно ехать. Готово! Ой, спасибо вам большое, вы нам так облегчили задачу. Да не за что, не за что. Всё, давайте, открывайте, только чур я проезжаю первый, не стоя в этой пробке, потому что я очень опасно, и я вам помог. Всё, давайте, забирайте все свои блоки, давайте, открывайте проезд для меня, сейчас я проеду. Вот, конечно, строители дают. У нас в деревне всё это очень просто чинится на раз-два, и всё. Они тут 9 часов, 9 часов собрали такую гигантскую пробку. Жесть, конечно, какая-то. Ладно, всё, давайте, быстрее садимся в машину и едем. Хорошо, что хотя бы я могу проехать мимо пробки, за то, что я помог строителям всё это починить. Поэтому вот так вот проезжаем. Ребята, извините, я помог строителям, поэтому имею право проехать первый. Строители, всё, давайте, чините дороги лучше. Ха-ха, шикарно, ребята, я проехал, всё. Теперь я точно успею, и всё будет хорошо. Стоп, стоп, там машина стоит, тормозим, тормозим, тормозим. Это, чё ещё за фигня такая, я не понял, какого фига? Опять пробка, что ли? Так, давайте подъедем ещё немного поближе и выйдем из этой машины. Что опять на этот раз приключилось? Реально, смотрите, опять пробка. Да что ты будешь делать? Сколько можно, я уже не понимаю. Здравствуйте, что у вас творится? Ой, здравствуйте. Тут обвалилась у нас надземная дорога, поэтому придётся подождать 3 часа где-то. Господи, что за город проблем? Вот реально, какой-то настоящий город проблем. Так, давайте я вам помогу. Стоп, у вас есть алмазная кирка? К сожалению, нет, алмазной кирки нету, вы можете подождать. А, господи, что же делать-то? Ребят, у меня тоже нет алмазной кирки, я не смогу без неё расчистить вот это вот всё. Пожалуйста, вернитесь в машину и подождите. Нет, ребят, ждать я точно не буду. Ну как, как мне это всё проехать, я не понимаю. Хотя, погодите, тут есть у нас съезд на другую какую-нибудь дорогу? Да, смотрите, вот тут есть съезд, в принципе, если я объеду, я вернусь потом на эту главную дорогу. Да, давайте попробуем объехать, надеюсь, я сейчас не уеду куда-нибудь назад себе в деревню, и всё будет нормально. Просто я очень тороплюсь. Так, давайте свернём на эту дорогу, так-так-так-так-так, и поехали. Так, всё, давайте проезжаем вот тут вот, съезжаем сюда. Ё-моё, куда я заезжаю? Здание, что ли, какое-то непонятное? Что это за место такое странное? Ладно, хорошо, надеюсь, всё будет нормально, я всё-таки вернусь на эту главную дорогу, потому что мне нужно ехать только по ней. Других вариантов вообще нету. Так-так-так-так, давайте будем держаться всё-таки в полосе. Это, правда, очень делать тяжело, потому что дорога тут узкая и, скажем, среднего качества. Опа, погодите, я куда-то тут съехал. Так, двигаемся прямо, секундочку, это, это я где нахожусь? Это, это я возвращаюсь на главную дорогу, вау, только меня немножко переворачивает. Не, всё нормально. Фух, всё хорошо, я опять на главной дороге, ладно, едем дальше. Как хорошо, что я это объехал, вы просто не представляете, я очень рад. Так, ну всё, я, значит, съехал с главной дороги, ребята, а сейчас еду по какой-то второстепенной, но она тоже довольно-таки большая, так что извините меня. Ладно, я не буду отвлекаться, я буду смотреть ровно на дорогу, едем. Мне дальше ехать прямо, никуда сворачивать мне нельзя, нужно чётко прямо по этой... По этой дороге, стоп, да ну нафиг, серьёзно, что ли? Погодите, да это бред какой-то, тормозим, 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 и подъезжаем потихонечку, помаленечку. Это чё, шутка, что ли, какая-то? Это юмор? Опять пробка? Вы сейчас серьёзно, вы угораете надо мной? В выходной день опять пробка? Что на этот раз-то случилось? Авария, что ли, или что? Нет, вроде не авария, вроде все просто стоят в пробке, а... А стоят куда? Да что тут стряслось-то опять, я не понимаю! Здравствуйте, строители, что происходит? Молодой человек, вернитесь, пожалуйста, в свой автомобиль, тут ведутся дорожные работы. Какие дорожные работы? А что случилось, я не понимаю, откуда тут столько земли? Дело в том, что стена, которая сдерживала грунт, прорвалась, сломалась и высыпалась сюда земля. Земля выспалась? Серьёзно? Так, погодите, офигеть, а тут её реально дофига, капец, её очень много! Да, именно поэтому работы займут около шести часов. Шести часов, блин! Я не успею, я явно не успею тогда по своим делам, чёрт! Если вам нужно прямо по дороге, то, к сожалению, вы объехать не сможете, это единственный путь. Так если это единственный путь, чтобы не собирать такую длинную пробку, организуйте грамотный объезд! Эээ, в смысле, как грамотный объезд? Наша задача чинить! Я понимаю, чинить, но ведь, как бы, дорогой-то тоже нужно заниматься, зато смотрите, пробка какая собралась, нужно её как-то, ну, убрать отсюда, согласны? Поэтому предлагаю организовать объезд. Эээ, объезд-то где? Вы тут видите ещё дорогу? Да, вот, дорога! Давайте сделаем объезд по встречной полосе, естественно, со всеми мерами безопасности. Поставим знаки предупреждающие, конусы дорожные и прочее-прочее. И одну полосу выделим на днообъезд небольшой, тут всего лишь-то пару метров надо проехать. Слушайте, а что мы сразу не догадались? А-а-а, а можно вас попросить помочь? Да, конечно, давайте все инструменты сейчас всё сделаем. Так, ну, в общем-то, дали мне ваши строители какие-то знаки, которые у вас были. Во-первых, вы не поставили знак дорожной работы, это очень важно его поставить, и вообще у вас только вот такой вот знак, к сожалению, есть, эээ, как бы, на белом фоне. Но все временные знаки должны быть жёлтым фоном, ну, по правилам, как бы, да, по нынешним правилам. И ещё, если у вас тут обвал какой-то возможен, в принципе, то советую вам поставить ещё вот такой вот знак. Заранее только его там поставьте, да, ещё бы тут вообще желательно организовать всё по-грамотному, потому что тут ни знаков, ничего, вы просто посреди дороги всё огородили и начали делать. Ладно, хорошо. А как вы собираетесь объезд делать? Объезд сейчас покажу, смотрите, мы временно с вами разрушаем вот эту вот обочину, что это такое, да неважно, в принципе, короче, разрушаем всё вот это вот. Вот тут вот ломаем, вот тут вот, вот тут вот, всё, короче, у нас... Получилась вот такая вот тема. Дальше, теперь мы должны с вами поставить сюда вот такие вот огородительные знаки. Пожалуйста. И дальше мы ставим конусы. Мы чисто закрываем только лишь одну полосу, только одну и всё. Остальные полосы остаются для встречного движения. Так, 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 и вот тут, в принципе, уже можно сделать заезд назад. Давайте ещё пару конусов поставим, как-нибудь вот так вот. Всё, вот тут вот мы делаем завершение небольшое, и вот тут опять-таки мы с вами разламываем небольшую часть обочины. С этой стороны также делаем абсолютно всё, готово. У нас сделан грамотный объезд, и всё будет нормально. Только ещё я бы поставил знак ограничения скорости, потому что, ну извините меня, всё-таки такой участочек у нас опасный, поэтому 20 километров в час мы сделаем, я думаю, будет нормально. Так, а что ещё нам надо сделать? Вам бы вообще по-хорошему знаки поставить, заранее их нужно, естественно, ставить. Для встречного движения вам нужно поставить знак, что как бы одна полоса недоступна, она для встречного движения. Поставить знак то, что вот сюда вот нужно поворачивать. Короче, мне эти знаки не дали, пожалуйста, сами всё там делайте, мне очень нужно, я тороплюсь, поэтому, извините меня, я поехал. Можно я первый, да, вне очереди проеду, вне этой пробки. Так, всё, давайте быстрее садимся в машину и поехали, а то я реально опаздываю. Так, сдаём немножечко назад, и погнали сюда вот. Так, ребята, которые стоят в пробке, извините меня, я тут проеду, потому что я помог строителям, имею право, хихихи, ха-ха-ха. Так, господи, главное конусы не сбить. Так, ты так, аккуратно, нужно держаться в полосе, объезжаем это всё, и поехали, шикарно, всё отлично. Если мне на дороге попадётся ещё хотя бы одна пробка, я не знаю, что я сделаю, серьёзно вам говорю, я просто, я на вертолёте в следующий раз полечу, вот серьёзно вам говорю. Просто жесть какая-то сегодня, выходной день, и такие пробки, жесть какая-то на дороге творится, рабочие ничего не знают, ладно, короче, едем быстрее. Так, ну я практически на месте, вот он, кажется, этот дом, о, да, шикарно, походу я сюда приехал. Так, давайте поворачиваем в гараж, осторожно, потихонечку, на маленьких скоростях заезжаем сюда, ещё и ещё немного, всё, шикарно. Теперь открываем дверь и выходим из машины, отлично, всё, я приехал, я не опоздал, это точно то место. Это, погодите, тут табличка какая-то, собрание фермеров, да! Апот, здорово, ты чё так долго, мы уже начинаем. Держите, ты не поверишь, тут сплошные пробки, реально, да, всё, хорошо, захожу в дом и начинаем собрание. Что ж, ребята, сегодня я кое-как добрался с горем пополам до этого дома, до собрания фермеров. Очень интересные ситуации у нас, конечно, происходят на дорогах, но, ребята, помните, что на дорогах нужно быть внимательным всегда. Если вам кажется, что нет машины справа, нет машины слева, то помните, что машина реально может появиться, откуда ни возьмись, поэтому лучше быть всегда бдительными. Ну, я думаю, вы и так люди умные и всё это прекрасно знаете. Ладно, я побежал уже срочно собрание, ребят, с вами я прощаюсь, всем удачным спасибо, всем пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok